Девушки отдыхают У меня в голове, потому что мы совсем недавно в театре на Таганке репетировали «Вишневый сад». И вот я вдруг вспомнил слова Трофимова. «Я боюсь серьезных лиц, боюсь серьезных разговоров. Лучше мне помолчать». Эти слова прозвучали у меня в голове вот сейчас, когда я шел по коридору. Что же теперь будем делать? Передо мной очень серьезные лица. А я пришел для того, чтобы начать серьезный разговор. Придется найти какой-то другой подход. Как говорить о Станиславском, о серьезных вещах, но по-другому. Тема, написанная на листке бумаги, который нам роздан, тема моего доклада «Станиславский в нас и вокруг нас». Как можно реально выступить на эту тему? Думаю, тут только один путь. Сразу перейти к делу. Заняться театром. В конце концов, мы говорим о театре, о работе в театре. И работа лучше любых слов говорит о методе, о том, что существенно в этом методе, об идеях, о значениях и о том, как довести их до окружающих. Просто рассуждать о театре очень сложно. Это всегда искусственно. Может быть, иногда это и полезно. Но это становится полезным только, когда вы уверены, что по существу говорить о театре невозможно. И это лишь всегда некое приближение. Это разговор о разговоре. Что же я попытаюсь сейчас сделать? Может быть, это покажется вам странным и даже сюрреалистическим. Я буду говорить о Станиславском, или начну, по крайней мере, разговор о Станиславском, с попытки объяснить, почему я уверен, что Шекспир написал драмы Шекспира. Вы, наверное, озадачены, какая связь между этими двумя темами. Почему англичанин, который много лет работает в английском театре, приехал сегодня в Россию, и, обращаясь к вам, говорит, вы читаете в книгах, что, может быть, драмы Шекспира написал в действительности Бейкон, или граф Оксфордский, или еще называется ряд людей. Вот вы читаете об этом, и я, англичанин, приехал к вам, говорю, а я знаю, что все книги, на которых написан Шекспир, написаны Шекспиром. Откуда я это знаю? Почему я в этом так уверен, и почему я уверен, что вы мне поверите? Этот же вопрос мне задали в Англии несколько недель тому назад. Я видел в книжном магазине огромный колоссальный тон, он только что опубликован, это плод многолетних исследований ряда серьезных авторов, и в нем доказывается, убедительно, якобы доказывается, что граф Оксфордский, в действительности, автор всех пьес Шекспира. Почему же я столь дерзко и высокомерно заявляю, что я знаю, что это неправда? Причина простая. Если не потратить всю свою жизнь, день за днем, на театральную работу, если не провести все годы своей жизни в здании театра, на сцене, за кулисами, репетиция, постановка, если этого не сделать, тогда можно представить себе, что, может быть, какой-то автор, это человек, который непосредственно не вступал в контакт с людьми, создававшими спектакль. Однако каждый из нас работников театра прекрасно знает, что даже если является человеком и говорит, тот, с кем вы работаете вот уже 30 лет, на самом деле не существует, вы даже отвечать ему не станете. Вы знаете, что это неправда. Вы понимаете, что мир остановился, вот планета перестала бы вращаться, если бы этот человек действительно не существовал. А ведь мы работаем с Шекспиром день за днем. Вот так же и Станиславский. Если кто-нибудь нам сегодня сказал, что Станиславского на самом деле не существовало, что Станиславский — это выдумка. Какого-то безумного поэта, мечтателя, что это лишь имя, вывеска, на самом деле речь идет о совсем другом человеке. Если бы кто-нибудь вам такое сказал, вы бы ответили, это нелепо. Мы знали Станиславского. И сейчас в Москве действительно еще живы люди, их немало, которые знали. И Станиславский видели его работу. Но, хотя Шекспир жил давно, ситуация такая же. Если бы мне кто-нибудь сказал, что Жан-Клод Карьер, например, который перевел Вишневый сад, который переписал по-своему Махабхарата, если хотите, каждый день меняя текст, добавляя новые фразы в процессе репетиции, когда у актеров возникали сложности, когда у актеров возникали новые идеи, когда у кого-то появлялось новое видение пьесы, если бы кто-нибудь в каком-нибудь журнальчике где-нибудь по той стороне планеты написал, что Жан-Клод Карьер не существует в действительности, мы бы знали, что это чушь, потому что мы с ним знакомы, мы его видим каждый день. Каждый человек, работающий в театре, точно так же может сказать, без всякого сомнения Шекспир существовал, потому что невозможно, чтобы рабочая, работающая труппа поставила 35 пьес, чтобы эти люди вместе ели, пили, работали, спорили, что-то меняли, вносили какие-то новые строки, кто-то произносил бы посреди страстной сцены, я не могу это говорить, тут надо изменить, или мне надо подручить текст, и так далее, и так далее. Если бы все это на практике не происходило, пьеса не родилась бы. Поэтому подлинный ответ на теорию, конечно, забавную теорию, детективную, если хотите, теорию, о том, что, может быть, кто-то другой в действительности писал пьесы Шекспира, реальный ответ очевиден, его дает самая практическая, реальная, повседневная работа в театре, работа с пьесой. Становится совершенно очевидно, что эта пьеса – живое творение, созданное группой людей в определенное время, в определенном месте. Почему я все это сейчас говорю? Чтобы вернуться к предмету нашего сегодняшнего разговора. Я сам не знаю из первых рук, что Станиславский существовал, потому что я с ним никогда не встречался, не видел его своими глазами, не видел живого человека по фамилии Станиславский. Поэтому я не могу сказать, что я готов сунуть руку в огонь и поклялся, что Станиславский существовал. Но это совершенно не важно. Важно другое. Важно, что где-то, в какое-то время, была сделана определенная работа. Были созданы некие идеи. Эти идеи распространились по свету и через книги, переводы, равно как и через воспоминания, устные рассказы. Эти идеи достигли того места, где работал я. И в этот момент я мог взять эти идеи и превратить их в предмет практического исследования. Важность, значимость этих идей зависит только от того, насколько в непосредственной живой работе сегодня, сейчас мы можем ощутить близость к ним, связь с ними. Если есть сегодня живой человек, который находится в такой живой связи с этими идеями, значит, Станиславский существовал. И в этом нет сомнений. А там, где нет такой живой связи, живого развития, тогда не важно, существовал он или нет. Я слышу отруки перевода. Это интересно. Ты произносишь слово, оно расходится, как круги на воде. Слово может вызвать и понимание, и непонимание. Это интересное замечание. Итак, если попытаться понять, каковы взаимоотношения между влиянием и практической работой, говоря о Станиславском, тут нужно задать себе следующий вопрос. Что такое идея? Что такое форма? Тут в одном должна быть полная ясность. Каждый живущий на Земле человек должен понимать, что бы мы ни именовали формой, это всегда нечто меняющееся, не застывшее. Как сама жизнь. Прежде чем человек рождается, формы нет. Мы появляемся на свет Божий и постепенно образуется и эволюционирует наша форма. Из младенца к взрослому состоянию форма приобретает определенные очень четкие характеристики. И потом, разумеется, в соответствии с основополагающими законами природы эта форма исчезает, должна исчезнуть. И на смену ей должна прийти новая форма. Для меня совершенно очевидно, что это есть всеобщий закон Вселенной. Империи возникают, обретают форму и исчезают. Общество складывается в определенную форму, затем происходит процесс старения и общество умирает. учреждения, институты также переживают этот процесс, только быстрее. Небольшие организации возникают с массой энергии, молодости, динамизма, обретают свою форму, а затем, повинуясь тем же знакомым, очень быстро стареют, застывают, оберотрачиваются, теряют свою жизненную энергию и умирают. Это неизбежно. И чем меньше институт, группа, организация, тем быстрее и динамичнее этот процесс. Теперь обратимся к спектаклю, как к такой единице. Спектакль рождается, обретает форму и исчезает. Если говорить еще конкретнее, самая простая форма воплощения идей в словах, это опять нечто, что начинается благодаря мощному импульсу. Сам этот мощный импульс безформен, не имеет формы. этот импульс превращается в форму, это форма ряд слов. А затем эта цепочка слов начинает терять свою жизненность. И в конечном итоге умирает, распадается и нужно искать новую форму. Ничто, слава Богу, не является столь преходящим и короткоживущим, как форма. И все же нельзя жить без форм. начиная с нашего организма. Форма необходима всюду. Как же понять это странное сочетание, странный брак? С одной стороны, необходимость формы, потребность формы, без формы невозможна жизнь. С другой стороны, как только мы прикасаемся к формам, любым формам. Они умирают, причем быстрее даже, чем мы думаем. Если их не обновлять постоянно, если не было бы подлинного, истинного обновления, форма, дающая нам жизнь, превращается в форму, удушающую нас. к счастью, есть строгие научные законы, которые показывают как растет, развивается и как умирает форма. поэзии. В медицине все это выглядит яснее, чем в поэзии. Однако процесс этот повсюду столь же научен и столь же точен. например, человек в себе несет среднее убеждение, то значит, что в нем есть некая энергия, которая желает как-то выразиться. Но это не полная убежденность, не страстная убежденность или вера. Нечто среднее, посредственное. Какую форму приобретет эта энергия? Какая-то форма безусловно будет. Но форма эта будет слабая, бедная, посредственная. Форма эта будет обладать очень небольшой силой и мало окажет влияния на окружающий мир. Теперь возьмем другой случай. в человеке есть более сильная убежденность, идея. Сила этой убежденности рождает более сильную форму. И эта сильная форма создает некое влияние, которое в свою очередь вызывает как цепную реакцию рождения других форм. Теперь будем говорить еще конкретнее. Станиславский был, как мы говорим, исключительно талантливым человеком. Что это значит? С одной стороны, он был таким же человеком, как все, и мог разделить свои чувства с человечеством, ибо он был частью человечества. но с другой стороны, его качества благодаря случайности судьбы были исключительными. человеком немедленно немедленно нужно поместить в тот исторический контекст, в котором он существовал. Он родился не для того, чтобы стать пророком всех театральных дел человечества. Он родился до того, чтобы найти свой путь в рамках русского театра в определенный период русской истории. Ему помогли в этом потому, что он нес в себе идеал. Идеал это не то же самое, что идеология. Идеал не имеет формы. Идеал не выражается словами. Как можно объяснить словами, что такое идеал? Пожалуй, это духовное видение. Так вот идеал Станиславского предполагал жизнь, борьбу, богатейший, глубочайший опыт жизни. И если театр является зеркалом жизни, тогда и театр должен отражать людей, существа человеческие и человечество вообще на самом глубоком, самым истинном, самым честном и самым богатом уровне. В чем же ему повезло Станиславскому? Ему повезло в том, что он сумел испытать ужас, шок, возмущение в связи с тем, что вокруг себя не видел этих качеств. Если бы Станиславский обнаружил вокруг себя идеальный мир и идеальный театр, то он никогда не нашел бы в себе необходимую энергию, энергию, которая явилась прямым результатом его неизбежной реакции, неприятия всего того, что он воспринимал как фальшивое, поверхностное, лишенное подлинного качества в театре и в театральной работе. Итак, столкнувшись с такой реальностью, он пошел на первый практический шаг. Он создал такую работу, вдохновил других людей тем идеалом, который он нес в себе и который сообщить окружающим он мог только в процессе работы. Чтобы это сделать, он начал поиски. Что такое поиски с практической точки зрения? Что это значит? В отношениях между режиссером и актером это значит, что и режиссер, и актер вместе имея некоторое видение, некоторое представление о форме понимают, что между их видением и между формой, которую они реально создают, есть колоссальный разрыв. если они искренне, если они честны, и если они готовы по-настоящему работать, тогда каждый раз, когда они открывают форму, иными словами, способ действий, они обязаны, их долг состоит в том, чтобы видеть, что это еще не идеал, это не совсем то. Вот, например, в ходе репетиции они не произносят речей, они просто говорят, это неплохо, но и недостаточно хорошо. И покуда практическая работа в театре выражается вот именно в таких оценках, сегодня это было неплохо, но и не слишком хорошо. покуда это так, поиски продолжаются, и идеал он остается, ему не изменили, потому что те, кто борется за него, знают, что форма еще не обретена. Все, что я читал, слышал и вообще знаю о Станиславском, показывает, что его работа постоянно была вот таким поиском формы. Очень интересно, поиска с одной стороны, это постоянное движение. Вы все время отвергаете то, что сделали вчера, чтобы попытаться завтра продвинуться дальше. в этом смысле это похоже на восхождение на гору. Вы всегда идете дальше, но никогда не достигаете вершины. Но точно так же, как в путешествии, походе, после мощного усилия, вы доходите до какой-то точки, до плато, если хотите, где на мгновение вы можете сказать, но все-таки эта высота нам покорилась. Здесь мы можем побыть некоторое время, а потом продолжим путь. Иными словами, когда вы репетируете спектакль, вы проходите через все оттенки чувств, надежда, безнадежность, отчаяние, эксперимент, поиски, и понемногу мало-помалу все это сходится воедино и создается форма. Вы достигли некоего завершения. Нельзя сказать, что вы продолжаете поиск вечно. Нет, все сходится. Из кусочков возникает картинка. Вы вышли на плато, и на определенное время вы чувствуете, что у вас под ногами твердая почва. Вы там стоите, переводите дух, а потом понимаете, что надо опять вставать и идти дальше. Станиславский это очевидно. Именно так, шаг за шагом проходил через этот процесс. Не забывайте, что работал он, существовал в определенном контексте. Русские актеры определенного социального класса, определенного воспитания, определенного происхождения в определенный период истории. И когда он продолжил поиски подлинного, идеального, великого театра, конечно, он думал о таком подлинном, идеальном театре, но в тех формах, в каких он мог его себе представить, исходя из своего воспитания, своего опыта, той театральной традиции, в которой он родился, и вырос, и работал, из которой вышли его актеры и его драматурги, такой театр мог меняться и должен был меняться, но в рамках этого контекста, в пределах этой традиции. В этих пределах он начинал новую работу, по-новому стал воспитывать, обучать актеров, оказывать на них определенное новое влияние, но все это по отношению к пьесам определенного рода, которые существовали в России или которые создавались драматургами, живущими рядом с ним, не по отношению ко всем существующим видам драматургии, но только по отношению к определенной пусть широкой традиции. В работе, в экспериментах, в поисках, стимулируя, вдохновляя актеров, слушая их, получая их идеи, делясь своими идеями, он достигал определенных уровней в своей работе. Выйдя на некий уровень, он чувствовал, что проделана уже такая огромная масса работы, что необходимо ее сформулировать, обобщить. И обобщая ее, он создавал некую структуру, то, что называется методом, системой. Но сам Станиславский был первым, кто признавал, что это лишь временно, относительно и локально по значению. Нам очень легко забыть об этом. Приведу еще один пример. очень легко забыть сегодня, оглядываясь на колоссальное влияние, которое оказал Фрейд на 20 век, легко забыть, что Фрейд изучал природу человека, психологию человека, но люди, с которыми он имел дело, это были люди определенного ограниченного класса, мужчины и женщины, жившие в Вене, в Австрии, в определенный момент европейской истории. он, конечно, проделал очень глубокую и важную работу, но универсальность его выводов, конечно, сомнительна, конечно, эти выводы не универсальны, ибо его исследования основывались на небольшой части огромной непонятной массы, именуемой человечеством. Точно так же и Станиславский не имел дело с всей всемирной театральной традицией. Всемирный театр в это понятие входит огромное число разных традиций. Африканский театр, европейский театр, восточный театр, театр Китая, театр Японии, театр Индии. Все это широчайшие, огромные театральные формы, имеющие общие корни. Речь идет об актерах, которые испытывают нужду передать человеческую реальность в их видении другим людям со сцены. Поэтому мы все это именуем театром. Но эти традиции так различны в каждом аспекте. А русский театр конца 19-го, начала 20-го века, это совершенно специфическая традиция. Европейский театр 20-го века это другое, современный американский театр это тоже другое, все это разные вещи. И вот тут надо каждый раз возвращаться к разграничению между постоянством идеала и относительностью систем, методов, догм и идеологий. Все эти понятия носят временный, приходящий характер. Они меняются, должны меняться или становятся опасными. Меня очень тронуло то, что я прочитал о том, как Станиславский страдал, обнаружив, что работа, задуманная им для людей, которых он знал, чьи лица он видел, чьи телодвижения были ему близки и понятны, обнаружил, что эта работа распространилась по свету. И затем, 30 лет спустя, пишется книга на другом конце земного шара, где его методы навязываются людям. Он страдал от этого, и сегодня нельзя об этом забывать. Тут нужно проводить четкое различие всегда, с одной стороны. То, что писал Станиславский, его работа в театре, которая исчезла физически, но по-прежнему живет в памяти людей, и магнетическое влияние, возникающее всякий раз там, где один человек поднимает факел, встает во весь рост и говорит, работа, работа, которую вы приняли на одном уровне, может идти гораздо дальше, бесконечно дальше. Не удовлетворяйтесь достигнутым, не принимайте, не соглашайтесь на компромисс, не верьте в ограничения. есть есть бесконечно более обширные, неизведанные территории, которые надо воссоздать и освоить. мало кто в истории театра вот таким образом поднимал факел и указывал путь. Может быть, Шекспир, но если отнять Шекспира от его реальной работы, он, конечно, оказал влияние на потомка, но влияние его на всех драматургов повсюду в мире прежде всего заключается в том, что можно создать нечто лучшее, чем то, что уже создано. Можно сделать что-то более разнообразное, более глубокое, более высокое, более низкое, более трогательное, более устрашающее. Все это существует потому, что Шекспир показал, что его труды живут и развиваются и остаются современными. В этом смысле он тоже светоч. Те, кто писал страстно, о театре, который разрывает ограничения и рамки повседневной жизни, хотя это неправда, строго говоря, такого театра нет, который врывается в жизнь. И тем не менее, этот свет освещает дорогу и путь к следующим поколениям. Брехт имел такое влияние, не благодаря, может быть, даже своему методу или своим теориям, а благодаря силе того, что он провозглашал, силе его идеала. И Гротовский сегодня оказывает такое же влияние на весь мир, не потому, что ему подражают, а потому, что для молодого театра определенного рода, повсюду на нашей планете, он символ страсти, веры в идеал, готовности отдать все, что у вас есть в жизни этому идеалу, готовность идти дальше и рушить границы между обычным театром, государственным театром, коммерческим театром и так далее. Тут есть что-то глубокое, что-то потрясающе захватывающее. Гротовский первым скажет, что его работа родилась из исследований метода Станиславского. Он изучал его здесь, в Москве. Если посмотреть работу Гротовского, на первый взгляд, трудно понять, как это могло выйти из Станиславского с его учением о том, что на сцене должны быть представлены натуралистические, убедительные отображения жизненных явлений. Гротовский, наоборот, кажется, отказывается от всего, что напоминает повседневную жизнь. И все же он уверяет, что его работа вышла, выросла непосредственно из Станиславского. Остановимся на минутку, подумаем, как это возможно. Может быть, тогда мы поймем, как влияние, великое, мощное влияние, такое, как влияние Станиславского, может по-настоящему преломляться. Станиславский признавал, что тело актера несет в себе потенциальные возможности, которые в его время считались неразгаданной тайной. Станиславский признавал, что тело это не просто нечто состоящее из кожи и костей. Тело по Станиславскому это и душа. А душа, сознание в миллионах клеток содержит источники образов, которые откуда-то приходят по каким-то причинам и для него и для нас сегодня эти причины и эти источники и эти процессы по-прежнему тайны. В нашем теле, как писал Станиславский, есть мощный источник того, что мы называем эмоциями, чувствами. Никто из нас не знает, что такое эмоции, никто из нас их никогда не видел, но нам не нужны слова. Мы знаем, что эмоции существуют, мы их испытываем. Мы знаем, что существуют миллионы разных эмоций, разных оттенков эмоций. Есть бедные, жалкие, серые эмоции, есть прекрасные, великие эмоции. Это все слова, но мы знаем, что мы имеем в виду. Станиславский считал, что это все должно поддаваться пониманию, источник эмоций в нашем человеческом организме. И он признавал также, что само физическое движущееся тело также еще плохо понимается. Но если актер сам не понимает свое тело и не является его подлинным хозяином, он никогда не сможет связать этот странный таинственный источник образности, который походится где-то в его осознании с теми реальными чувствами, которые он испытывает. Вот он и отметил, что тело, организм нужно уважать, изучать, исследовать, понимать и развивать. для актера это исследование значит упражнение, практика, эксперимент. Вот был его очень существенный вывод. Подошел он тут с научной точки зрения. Из этой странной туманной массы неизвестного он начал извлекать достаточно точные правила и принципы, как стимулируется организм, при каких условиях возникает этот мощный поток сознания, чувств и эмоций. Это был первый этап. На втором этапе речь шла об использовании этого открытия для того, чтобы создавать выразительные формы. в театре формы бессмысленны, если она не несет определенной функции. И функция эта должна быть ясной, доступной. Она должна быть тем средством, с помощью которого внутреннее содержание, издавая почти физически ощутимые вибрации, доходят до каждого человека в зале. и усваиваются им. В поисках формы Станиславский исходил из тех форм, которые были полезны для него и для его театра. Он мог бы, используя тот же подход, пойти по другому пути, по пути Мейерхольда. Тут не было противоречия, но Мейерхольд искал одни формы, а Станиславский искал другие формы. Подразделения на кланы, фракции, говорить о соперничестве, о полемике, это все искусственно. По существу они искали одно и то же. Все эти разговоры, вся эта полемика, это для того, чтобы проходили конференции интересно и увлекательно. По существу речь идет о двух людях, у которых один и тот же идеал, одно и то же чувство бесконечных возможностей для выражения заключенных в теле человека, один и тот же точный научный поисковый метод, но разные конкретные потребности, потребности связанные с тем типом театра, который подходил к темпераменту каждого из них. А разве мы можем судить? Станиславский происходил из одной культурной и социальной среды и будучи человеком своего времени, своего общества, он проявлял большой интерес к натуралистическому или полу натуралистическому театру, как мы его называем. Мехольд со своей стороны проявлял интерес к иной форме выражения в театре. Станиславский посвятил свои знания и свою науку разработке системы поведения на сцене. такого поведения, которое похоже на то, что мы наблюдаем в реальной жизни. По Станиславскому цель актера заключалась в том, чтобы построить, создать образ, который проходит через разные ступени, разные уровни искусственности и выходит на такой уровень, который можно назвать подлинно реалистическим образом. так же, как, скажем, художник может создать реальные декорации, настоящий стол, настоящий стул, реалистическая комната. Так же и по Станиславскому в определенный момент, на определенный уровень выходит актер, который превращается из, скажем, молодого человека в реалистический образ старика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok